здравствуйте друзья я вам расскажу что у нас тут происходит по части борьбы за качество видео я сейчас пытаюсь каким-то образом освоить производство видео где 60 кадров в секунду они там 25 или 29 30 как вот мы раньше делали и до сих пор делаем и камеру я настроил gopro она сейчас делает видео 60 кадров в секунду вообще любая камера из тех что я пользуюсь позволяет это делать значит но остается что остается чтобы при монтаже эти 60 кадров в секунду никуда не делись что получается если видео не монтировать а просто вот как она есть залить на youtube да она так и будет 60 секунд почему почему мы хотим 60 секунд вы смотрите мы сейчас едем и у нас есть движущиеся объекты на экране давайте вот автомобиль хорошо одну в одну сторону видимо бывает так что мы встречное движение там тоже автомобиль там кто-то пошел деревьев дерево мелькнуло или допустим когда я в руках камеру держу и начинаю там движение скажем по дому если мы идем на open house или там где на берегу океана и тоже там как-то панорамно начинаю показывать и даже улицу там или это все что ты показываешь если в магазине ты начинаешь двигаться с этой камеры так как бы поворачиваться не столько двигаться сколько поворачиваться и тогда получается что изображение страдает она не четкая но не имеет достаточного наполнения вот этими кадрами в эти когда их 30 секунду это одно когда 60 то совсем другое и при движении сняты метраж вот этот футич гораздо лучше смотрится короче я пытаюсь как бы повысить качество того что мы снимаем в движении камера не проблема камер делает 60 значит мой pinnacle студия как-то так обманчиво себя ведет потому что с одной стороны когда вы видео монтируете и делаете вот этот таймлайн то есть вот вы смотрите там по секундочкам по кадрикам буквально вы можете это все монтировать там можно поставить 60 в секунду никаких проблем нет то есть во время монтажа пожалуйста когда вы начинаете видео уже делать само как бы кукать как у нас некоторые говорят вот то те форматы видео которые есть они все подразумевают значит вот выдают 30 и там присет на 30 до 29 до 25 я не знаю там почему один я нашел который делает на 60 так он делает не 1080 а делается и 720 то есть хуже качество в общем черт что и я подумал что наверное мне может быть нужно перейти на более современную версию пинакова потому что у меня 16 а с тех пор уже и шаги 17 было и 18 есть и в общем я что-то давно не обновлял подоскопы не чувствовал что мне зачем-то нужно новую значит прикупил я upgrade и установил сегодня и смотрю никакой разницы нет то есть не то что без специально сначала изучал но так как-то я ожидал что будет причем например четыре кей делает пожалуйста четыре кей можно точнее время разрешения то есть он поддерживает такие более крутые фишки больше того в восемнадцатом и на самом деле в семнадцатом pinnacle есть фишечка я попробовал ее сегодня когда вы записываете экран да делаете видео с экрана и если контейже которые сейчас пользуюсь на всех моих вот этих экранах которые с очень высокой резолюции ни на одном из этих экранов контейже больше чем 720 мне не сделала запись то вот pinnacle сделал 1080 так неожиданно и мне интересно было то есть когда я записываю инструментом в котором я делаю вебинары go to webinar так он пишет 4 1440 или сколько там у него то есть еще больше все так здорово пишет но во всяком случае вот это вот screen capturing который делает пенок он лучше чем компейс я еще должен понять как там будет с форматами как там будет с записью звука мы еще поиграем я не уверен останемся мы на том или на этом но во всяком случае но вот такая новая фишечка я для себя так как бы порадовался что есть такое но не знаю чего делать с этим 60 и я уже вроде обыскался там по форумам по по гуглам там как как то нету я я даже не знаю что что такое у меня он меня никак не могу поверить в том что нельзя сделать такое видео если если можно записать 60 почему же нельзя сделать 60 смонтировать 60 вот это у меня не укладывается я думаю может еще не чуть я не понимаю если кто то присоветует я буду очень признателен но во всяком случае это вот одно из направлений борьбы которые то есть мы сейчас ведем за качество мне постоянно там люди говорят там что-то тут у вас качеством не четко тут не резко там еще что-то и я на самом деле как бы к этому отношусь достаточно ответственно то есть я на то чтобы если уже время тратится а время это в этом деле самое дорогое как бы да то есть ну надо уже создать качественный продукт вы не знаю может быть вы обратили внимание тех кто дольше смотрят что у нас сейчас качество звука стало намного лучше когда когда я понял как товарищ мне объяснил что нельзя камеру крепить к стеклу потому что вибрация там всего чего угодно в автомобиле она резонирует на стекле и передается на камеру и вот я убрал камеру со стекла на у меня теперь на подставочке такой стоит и стало намного лучше я я и сам слышу но и жалобы прекратились мне все время говорили там не слышно ничего пока на дороге там шум дороги мешает прекратилось без всяких микрофонов там выносных и так далее вот так что мы стараемся бороться по возможности что у нас тут еще в этом плане появится я сейчас заказал еще не сказал завтра может быть закажу но есть вся графика все готово закажу задник для съемок вот будет знаете как смотрите какой там эхо москвы да и там вот они сидят а у них сзади фон и там такие логотип чеки вот этого эхо москвы вот у нас будет свой такой у нас будет свой задник с логотипами силикон баллы будет очень красивыми я может быть не говорил раньше я подал на нас называется трейдмарк или я знаю что там просит называется товарный знак по-моему да значит вот вот я подал на трейдмарк на силикон баллы поиск был сделан поиск там установлена уникальность там и так далее вот у нас уже есть номер там со всеми делами и так как бы а чё действительно значит это на самом деле позволяет ну ограничивать масштабы так сказать пиратской деятельности людей которые пытаются пользоваться там названием твоим и так далее значит у нас будут красивые такие картиночки заставочки для видео по английски это называют там мы будем делать несколько там типов у нас есть заготовочки художник сделал я когда все это появится во первых вы сами увидите во вторых я расскажу мне еще нужно освоить как это делается потому что я в фотошопе раньше не делал картинки я так по простому мы посмотрим в общем такая у нас будет красота приобретаем некоторые такой более симпатичный вид вот хотя когда нам говорят вот можно это сделать можно то сделать я я хочу сказать что у нас нет бригады там в которой один снимается другой там микрофоны носит третье освещением занимается четвертый монтирует там 5 режиссирует там кто-то еще может редактирует и так далее мы мы так не можем просто просто у нас нет такого коммерческого производства то есть мы же все-таки не не производим коммерческий продукт если когда-нибудь я не знаю если мы доживем до такого если вдруг у нас будет там не за полмиллиона подписчиков и каждый будет доллар платить там в месяц даже не в месяц но пусть будет сто тысяч доллар в месяц уже такие деньги можно можно целую команду держать она может производить очень и очень качественный продукт хотя я лично не не вижу пока вот на сегодня чтобы у нас наша аудитория уж так фундаментально стремилась к качественному такому профессионально профессионально качественному техническому исполнению все-таки у нас больше для настроения для информации для того чтобы как-то вот быть там в курсе событий вот вот такого плана все-таки мы мы не профессиональный канал мы не претендуем и совершенно я я не вижу там пока ценности никакой то есть я считаю что то что мы делаем с вами все вместе это все-таки друг другого плана задача все-таки это блок там индивидуальный и частного лица там более-менее это не телевидение такое общественное вот я говорю что мы вместе это делаем потому что я искренне так считаю потому что вы своими комментариями своими советами письмами я такие письма получаю боже историями вопросами вы создаете этот канал потому что я то как бы сказать конечно я активный да вот человек но вы подаете на вход так много сигналов всяких что на выходе появляется много такого чего никогда бы там не появилось то есть вы очень активно формируете этот канал поэтому я как бы выполняю такую функцию тоже осмысляющую передаточную и исполнительную по отношению к тому что вы хотите увидеть по отношению к тому какие советы выдают там и так далее даже если какая-то вещь сегодня выходит может быть это год назад кто-то чего-то написал и просто не было подходящего момента или не было подходящего материала но она все равно сидит в голове там цепляет за какие-то ниточки крючочки у меня на сегодня есть где-нибудь 20 с небольшим вопросов которые на форуме залив точка орг висят и я их просматриваю там но если не каждый день то через день и в ожидании вдохновения такого дать бывает вопрос висит 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 и вдруг какое-то видение появляется как подать о чем поговорить а вот так напрямую в лоб не не видать не знаю за что зацепиться поэтому те кто вопросы задавал если вы видите что вопрос там висит на форуме значит он висит то есть мы к нему еще вернемся но просто я не знаю когда и если есть вопрос на который вы хотели бы чтобы было видео то вот туда вот его в заявке на видео там брать на форуме есть раздел заявки на видео и вот туда прямо вот и пишите и если вопрос будет как сказать кратко сформулирован кратко то конечно это проще то есть предыстория может быть любой длины но надо закончиться вопросом каким-то который можно кратко так повторить у меня есть там вопрос один очень такой трогательный там идет описание такое подробное такое с бухгалтерской дотошностью описывается какие справки человек должен представить когда он идет там я не помню куда в жек на работу там еще какие-то такие ситуации бюрократические там из российской видимо жизни справки 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 и вот так вот американцы со справками я бы с удовольствием поговорил но я просто не могу этот вопрос в дороге потому что он такой большой большой если его распечатать это будет там пару страниц и и даже если его прочитаю перед выезду в этом вопросе так много разных ситуаций с разным перечнем справок всевозможные что я даже не знаю как подступиться к этому ко всему это нужно какой-то вебинар из этого делать я могу конечно коротко сказать что никаких справок никогда никто никому не дает это тоже правда я что-то не помню чтобы я кому-то справки какие-то давал то есть как-то у них все на компьютере не знаю если должны справки они заказывают есть агентство которым все справки там собирает и предоставляет за небольшую денежку вот даже не представляю что за справки такие если только может быть на государственную службу куда-то вот так и такого плана или например бывает вот когда банки с большим скрипом деньги дают вот мы покупали там пару каких-то таких домиков продавали покупали вот как раз в этот период когда кризис был финансовый вот то что 2009 год 10 11 12 что творилось вообще и от банк там где он раньше там допустим за полчаса тебе подписывал кредит он там три четыре пять шесть человек каждый на следующем уровне он добавляет как а то покажи а это покажи а здесь покажи еще что-то покажи но это как бы инициатива конкретного банка это не государство а вот у них там в каждом банке там свои какие-то полиси и тогда был такой момент очень очень не достаточно непродолжительный по времени сейчас намного проще с этим то есть можно конечно влететь иногда но чтобы так систематически при найме на работу при этом даже не знаю ну что что же такое там даже вот за чтобы там в выборах участвовать практически никаких бумажек и справок ничего не надо так что я мог бы подробно еще раз могу подробно разобрать но там сам самое интересное там это это вопрос потому что ответ то мой простенький что бюрократии такой никакой практически нет вот и social security дал они там пробили по нему все что их интересует и все кроме того что есть законы защищающие право людей на неразглашение там своей личной информации это очень такой закон серьезный вот например вот мы в школе не берем у студентов social security нам я не знаю их social security нам и не хочу знать и не хочу ответственности нести за то что у меня в файлах было а потом неизвестно что с ними стал эти даже даже и знать не хочу но я когда даже страхованием занимался и там положено с них брать social security набор но некоторые год я не дам и ну и компания говорит ну ладно не дал и не дал хотя в общем-то по этому номеру кое-что там обычно узнают и получают дополнительную информацию так что такая история на самом деле не столько отвечаю на вопрос сколько рассказываю про то как вы своими письмами вопросами сформируете то что у нас получается я фактически являюсь таким холодным сапожником . холодный сапожник это который сидит на улице с инструментом сапожным и вот допустим шел человек там надо ему гвоздь забить или там подковку вот он набил заработал вот у него сегодня были деньги если он три дня сидел и никто не подошел начал три дня ничего не заработал вот у него нет мастерской где-то полки завалены работой нет он сидит вот такой вот это холодный сапожник вот я такой холодный сапожник я с утра просыпаюсь я не знаю какое будет видео я не знаю чем мы поговорим с утра я не знаю кто зайдет в офис чтобы его там заснять ну конечно есть вещи которые планируются там за некоторое время то есть обычно вот блогеры мы с ними за некоторое время договариваемся хотя бывает что прямо так раз и вот один звонок и начали записывать тоже бывает вот я сейчас еду домой и по идее должен сегодня вечером там часов 10 вечера записать с девушкой светланы из лос-анджелес мы с ней делали уже однажды такой сюжет и у нас на темы английского языка должны были с ней поговорить вот она специалист как раз по этой части и то есть бывает что-то планируется а бывает что и так раз и все планировали мы с ней вчера это сделать но не получилось так что вот я надеюсь что сделаем сегодня счастливо друзья